Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу о приложении, которое лично мне очень понравилось. Я, правда, часто это говорю, но что поделать, если мне нравится почти все. Такие уж разработки сейчас, за что не возьмись. Собственно, приложение Notion, о котором идет речь, чем-то похоже на кода I.O., о котором я делал целых два видео. Но в отличие от кода, как мне показалось, Notion больше заточен под частное использование. Конечно, там есть совместный доступ и можно планировать в нем деятельность организации, но хорошо его иметь и просто чисто для себя. Особенно учитывая, что Notion имеет приложение под мобильное устройство. На первой странице нам предлагают сделать что-нибудь, например, добавить новую линию. Добавим. Ок. А потом уже зачерпнем. Здесь блоковая система, как в Гутенберге, да и по-моему везде сейчас. И при этом видов, представлений, информации огромное количество. Давайте добавим заголовок. И теперь уже зачерпнем. Соответственно, блоки вы можете удалять, просто выделили, нажали Delete. Ну или копировать и вставлять. Ctrl-C, Ctrl-V. А вот. Вы можете создавать здесь собственные страницы, либо воспользоваться предустановленными темплейтами. Кто-то сделал их заранее под конкретные задачи. Вот, например, заметки и драфты. Говорите, что готовы юзать этот темплейт и он становится уже не темплейтом, а страницей для заметок. Я говорил, что это, на мой взгляд, удобно иметь в личном пользовании. Я, например, что-то записываю в Telegram, что-то в заметке телефона, что-то в компьютере. В общем, все везде разбросано, ничего не найти. А тут вроде как не пропадет. Ну и, соответственно, здесь можно добавлять, например, теги и впоследствии вы всегда сможете найти по тегам нужную заметку. Нет, это скорее фильтр. Ну да, вот так. Кроме этих пяти темплейтов тут есть и еще темплейты. Их очень много, кстати. Разбиты по категориям. Мне, например, понравилось, по-моему, в Education… Да, Personal CRM. Конечно, это не совсем CRM, но такая вполне годная база контактов с возможностью фильтровать, а значит, вполне рабочая CRM. Контакты, теги принадлежности, даты последнего контакта и так далее. Можно вывести на всю страницу. Можно отсортировать, скажем, по чекбоксу. Можно добавить какую-то свою колонку, например, email. Но на самом деле email и прочие данные контакта хранятся в карточке контакта. Открываете и там уже все заполняете. Ну и также здесь вы можете отсортировать по какому-то показателю. А также можно добавить еще и формулу. Ну о формулах точно не расскажу сегодня. Ну и кроме CRM мне еще понравилось… А вот это да, просто календарь. Здесь это про экзамены, но понятно, что вы можете это все переименовать и настроить под свои задачи. Здесь вы можете отсортировать по вот этим тегам, либо изменить представление на календарь. Ну и уже в календаре забивать события, в том числе настраивая оповещения и так далее. Можно ли назвать это Task Manager? Да, я думаю, все, где есть календарь, где можно назначать ответственных, следить за выполнением задачи, можно считать Task Manager. Надеюсь, разберетесь, как тут назначать ответственных, выставлять время и так далее. Не разберетесь, спешите, сделаю еще видео. Понятно, что для совместной работы с календарем его нужно расшарить. И функция такая тут, конечно же, есть. Находим человека, который должен быть зарегистрирован в системе. Я нашел себя со вторым аккаунтом. И даем ему право. Полный доступ или, скажем, только комментарии. А у человека появляется оповещение, что кто-то ему предоставил доступ и возможность перейти в совместное рабочее пространство, которое создал просто Вова, а не Вова Ломов. И здесь же у него есть возможность прокомментировать какую-то задачу. Каждый пункт задачи, ну или какой-то один. Ну и тут мы получаем оповещение, что кто-то что-то прокомментировал и можем вступить в дискуссию. Чем вам не Task Manager? По-моему, очень даже. А если прибавить сюда кучу других страниц, а значит фактически отдельных приложений, и наличие десктопной версии версий под мобильное устройство, то просто получается праздник какой-то. Единственное, праздник не вечный, поскольку на бесплатном тарифе тут только тысяча блоков. А я вот так по-быстренькому уже использовал 53. Ну, наверное, если не захламлять, можно и уложить. Ну, как всегда, мне кажется, что это нужно только один раз увидеть. Просто узнать, что это есть, а дальше уже просто пользоваться. Но если вам покажется это сложным, голосуйте лайками и комментариями. Будем делать еще видео. Ну и, естественно, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео, облегчайте себе жизнь, ну и любите друг друга.